Приветствую всех зрителей РУТВ. С нами на связи экс-министр обороны Эстонии, вернее, правильнее сказать, экс-командующий силами обороны Эстонии генерал Анс Ланниотс. Здравствуйте, господин Ланниотс. Добрый день. Добрый день. Начнем с того, насколько вообще реально в сегодняшних российских условиях призвать такое количество людей, чтобы довести армию до миллиона двухсот тысяч человек? Первая ограниченная мобилизация российских резервистов там была еще где-то недели три назад. То есть Путин лично сам сказал на экране, что увеличит количество военнослужащих до полутора миллионов человек. И это прошло, они первую мобилизацию не смогли провести, потому что вместо трехсот тысяч они получили меньше, чем двести тысяч. И очень большой урон, так сказать, солдат и офицеров, которые погибли. Если статистику посмотреть, по данным вчерашним, 19 января, вооруженные силы России потеряли 118 тысяч 530 убитыми. Это европейская статистика или это данный разведок у вас? Это была статистика Генерального штаба ВСУ, вооруженных сил Украины. Они каждое утро до десяти часов, я уже вам говорил про это, просылают нам, ну, как союзникам, пресс-релизов. Понятно. Для проведения, так сказать, или участвовать в боевых действиях дезертиров и так далее, то это уже эта когорта вторая, более трехсот тысяч. То есть 118 тысяч 500 плюс прибавки еще 300 тысяч примерно, поймете, почему у Путина очень большие трудности. Но есть ли ресурс теперь, чтобы вот эти показатели, которые заявил Шойгу, реализовать по людям или это просто Путину в уши говорят то, что он хочет слышать? Путина не надо верить. То есть он врал, начиная с 2000 года, когда он, так сказать, в кресло сел и берет до сих пор без перерыва. То есть то, что там у них делается, но что интересно, вот это последнее, которое Шойгу сказал тут полтора недели назад, что надо полтора миллиона комбилизовать, сейчас уже говорят 1 миллион 200 тысяч. Очевидно, не сами там с трезвой головой просмотрели и поняли, что полутора миллионов никак нельзя сделать. Народ, солдаты, офицеры российские, они стараются уклониться как только можно. И поэтому вопросу на выходе более полутора миллионов человек, потенциальных призывников, мужского населения, которые просто или уклоняются, или убегают вообще. Казахстан, скажем, другие страны, в том числе Грузию, например, и так далее. То есть никак Денштаб России не может набрать то, что ему надо. А если он наберет, так это только люди, но эти люди не подготовлены сейчас, не организованные подразделения. Поэтому очень много даже тут президент Зеленский был удивлен, что они идут на убой, по сути. Да, вот я об этом вас и хотел спросить. Насколько, как вообще меняет армию, когда меняется качество армии, когда туда поступают вот такие в большом количестве новомобилизованные? Ведь нужно огромное количество времени на их обучение и подготовку. Вот как скажется это на боеспособности? Сумеют они все-таки привести этих мобилизованных в какое-то состояние по квалификации, близкое к тому, чтобы они могли что-то делать на поле боя? Ну и в своей практике, еще в советское время, я могу сказать, ну я был и командир танков батальона, и командир танков полка, и первый заместитель командира танков дивизии на китайской границе. И хорошо знаю, как нужно готовить подразделение. Одиночные солдаты, которые откуда-то берут и кидают подразделения или части, с ними надо провести боевое слаживание, чтобы какая-то команда была организована. А вот сейчас там никакой команды организованной нету. Тогда, правда, элитное подразделение, спецназы, особенно вот такие, которые научены, есть, но они несли большие потери. Да и сейчас тоже величина и эффект их действий не такой, как он должен быть или как ожидали. Понял вас. А вот согласны ли вы с утверждением, что увеличение с одной стороны призывного возраста в России до 30 лет и уменьшение его с нижней стороны до 21 года, это все-таки мера для того, чтобы сейчас как можно больше российских мужчин загрести в армию. Потому как верхняя планка уже поднята, а нижняя еще не поджата. И на данный момент призывной возраст получается от 18 до 30. Ну, мне сразу вспомнился последние, так сказать, месяцы и дни Советского Союза, когда тоже они показывали Западу, какие мощности в Советском Союзе есть. Там было 3 миллиона солдат, более 300 дивизий разного рода, так сказать. Что особенно удивительно было, то они открыто это сделали уже во время этого кризиса, который проходил в Советском Союзе, что в Советском Союзе 61 тысяча танков. И вы представляете, что это такое? В то время, когда на Западе, в НАТО, допустим, было всего 22 тысячи танков. Ну, вот они сейчас из своих складов выгребают оттуда что-то. Можно, что нельзя брать. Основная масса тех, которые там десятки лет простояли, их надо как ремонт делать или обновлять. Это вопрос. Масса есть, а качества-то нет. И по этому качеству тоже сейчас вчера, позавчера у нас был Совет Министров НАТО в Эстонии. Очень интересно. Они там, так, не все там были больше, 11 или 12 министров. Посовещали там все и решили, что надо быстро, энергично усиливать для Украины необходимые, или сейчас уже их недостаток, скажем так, самая современная система вооружения, особенно тактические ракеты типа этого. Ну, и очень много сейчас споров что-то с немцами там не очень ладится, потому что они попросили у немцев, чтобы немцы дали леопард 2, А5, А6, так сказать. А почему они так тянут с этими леопардами, немцы? Уже все об этом говорят. У вас есть понимание? Ну, там какие-то внутренние трения в Германии самой. Шольц вроде дал согласие, что да, он даст, но там внутриполитическое, что это какое-то там разногласие, будем так говорить. Но все равно вчера, вчера, позавчера тоже вроде Берлин дал месяц, Байдену дали тоже в Соединенные Штаты, в НАТО тоже, что все-таки они какую-то часть этих леопардов дадут. Это новые, абсолютно новые, я бы сказал, самые последние модификации, А5, 2А5. Та встреча министров стран НАТО, которая прошла в Эстонии, какие главные итоги ее вы могли бы выделить? Во-первых, значительно усилить финансовую, и не только финансовую, а материальную помощь в вооружении Украины. Со всем линиям это делается. И пока еще не выяснили, они дома, наверное, считай, сколько смогут дать, сколько не смогут дать. Но мы в Эстонии уже более 400 миллионов, так сказать, потратили и еще этого прибавили. То есть по тому, как мы помогали Украине, если мы маленькая страна, но если сравнить по СКП, национальных продуктов, всех этих больших и маленьких процентов, то мы на первом месте вообще, но мы стараемся делать все, что мы можем украинцам, чтобы они выстояли и сохранили свою независимость. Да, благодарю, господин Ланюц. Заключительный вопрос в этой нашей с вами беседе. Все-таки возвращаясь к реформе российской армии, о которой заявил Шойгу, насколько вообще вы, как военный эксперт, можете оценить реалистичность и уместность реформирования армии, которая ведет войну в момент ведения войны? Насколько это реально? Ну, сейчас, если смотреть российскую армию, это все вам показывает наглядно. Если ловить случайно люди, где-то собрать их, как говорится, в шоблу, грубо говоря, они не обученные, они друг с другом не познакомились, ничего. Никогда не надо гнать на огонь те призывники, которые сейчас собрали вместе и кучей туда. Идите и убивайте. Там убивать их будут. И это получается как раз очень даже сильно. Без того, чтобы подготовку предоперационную или предвоенную надо сделать, сладить подразделения, сладить части, сладить соединения, чтобы эта вся машина была управляемая, и эта машина действовала бы слаженно. Вот это как раз и отсутствует у России. Сколько времени на это нужно реально? Ну, это зависит от каких-то части подразделений. Если подразделения, то можно немного быстрее. Ну, неделю минимум, хотя бы, чтобы друг к другу люди, мужики там или кто там есть, они познакомятся с собой, поймут, кто есть кто. И вот эти вот боевые слаживания, это значит, что как делается подразделение в обороне, как, наступление, всякие вот эти вещи. А без этого это не часть, не подразделение. Большое наступление России в этой связи можно реалистично воспринимать в ближайшее время? Вот весной, например. Ну, в принципе, сейчас где основные горячие точки? Солидарий, Бахмут, вот это сердцевина или точка. Ну да. Чего боится больше всего Путин. Потому что там может украинцы и прорваться. Ну, а большое наступление из Белоруссии там или на Киев, или через Запорожье, вот это? Нет, выйти прямо на Донецкую область. Это сейчас опасности. Путин сейчас несколько раз, я сам смотрел, подчеркнул, что они должны удержать Донецкую и Луганскую области. Это их некоренные. Ну, как обычно. А что касается Белоруссии, ну, Лукашенко, он подлец, но он лукавит. Почему подлец? Потому что он сам все от себя дал Путину, даже вооружение частично. А теперь он от Путина зависит. А в то же время Путин не хочет ни в коем случае ввязаться в войну с Украиной в север. Там они постоянно так демонстрируют, что типа вот мы готовим и так далее. Думя ругается, но он пока не трогает, не лезет. Они же через Украину уже попробовали первый раз в феврале. Когда они очень сильно получили по физиономии, там еще по другим местам. Они убрались очень быстро. Убрались, говорят, а мы готовы. Во-первых, они всю эту погрань, так сказать, линию покрыли минами. Минные поля, да, мосты уничтожены. Минные поля. Ну и второе тоже, они говорят, если вы что-то стрельнете, что мы тоже в вас сможем стрелять. Но имейте в виду, что у нас техника вооружения намного выше, чем вашего. Лукашенко понимает это, но он сейчас выправится, не может. Поживем, увидим. В то же время Путин туда натаскал российских войск. Там Искандеры, где-то 35-37 тысяч вообще войск. Что они там делать будут, пока неизвестно. Но еще Донецк. То есть идет такая психологическая обработка. То есть с Кремля или с Белого дома, я не знаю, откуда Путин. Только из-под земли берет и дает эти дела, чтобы наверх появиться. Говорит, что надо захватить, так сказать, Молдаву, Молдову или Молдаву, Молдавию там. И вот такие вот угрожения. Хотя если ты прагматичный человек, стрезвый, сам поймешь, он не способен это сделать. И даже вот это вот Приднестрия, Приднестрия или Приднестрия, Приднестровья, да. Да. Там же люди тоже воевать хотят. Нафиг это нужно. Конечно. Окей. Благодарю вас, господин Ланют, за разговор. Спасибо, что нашли время дать комментарий о РУ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова